В ЕС и США отреагировали на итоги парламентских выборов в Грузии. Вашингтон и Брюссель призвали расследовать допущенные на выборах в парламент Грузии нарушения. Комментарии, лайки, подписка на канал приветствуются. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами. Говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкина. Среди нарушений он перечислил злоупотребление правящей партии государственными ресурсами, подкуп избирателей и запугивание. Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы выполнить свой долг и оперативно, прозрачно и независимо расследовать и рассматривать нарушения на выборах и связанные с ними заявления. Эти нарушения должны быть выявлены и устранены, сказано в заявлении верховного дипломата ЕС Жазепа Борреля. Он назвал в числе проблем, нарушения тайны голосования и опасения по поводу влияния недавних законодательных поправок на голосование, вероятно, речь идет о принятом в этом году в Грузии законе об иноагентах. Выборы в Грузии прошли 26 октября. Результаты следующие. Правящая и считающаяся пророссийской партия «Грузинская мечта» получила 53,92% голосов. Остальные партии и коалиции – оппозиционные. Коалиция за перемены – 11,03%. Единство – национальное движение, где ведущую роль играет единое национальное движение, Йонт, экс-президента Михаила Саакашвили, 10,16%. Сильная Грузия – 8,81%. За Грузию – 7,77%. Оппозиция заявила, что не признает итоги выборов. Аналогичное заявление сделали действующий президент Саламе Зурабешвили и Саакашвили, находящийся под стражей. Они призвали жителей страны выходить на митинги. Зурабешвили поблагодарила всех избирателей, проголосовавших за европейский путь Грузии. «Вас было много, вы победили на этих выборах, и никто не имеет права отнять у нас это европейское будущее». На эти слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, Грузии не следует полагаться на то, что Евросоюз может принять еще какую-то страну, так как ЕС сам лишился европейского будущего из-за наплыва в Европу мигрантов. Как отметила Захарова, это произошло также из-за того, что США обвалили европейскую экономику, переманив к себе флагманов бизнеса. Комментарии, лайки, подписка на канал, приветствуются. Такого не ждали. Сосед России удивил всех. Нечастое для Тбилиси событие. Красочный фейерверк. В конце дня исторического голосования, стороны, толком не дождавшись результатов, начали праздновать победу. Впрочем, кто-то должен отступить, и не исключено, что тогда на улице выйдут сторонники проигравших. Что происходит в грузинской столице, в репортаже РИА Новости. Нечастое для Тбилиси событие. Красочный фейерверк. В конце дня исторического голосования, стороны, толком не дождавшись результатов, начали праздновать победу. Впрочем, кто-то должен отступить, и не исключено, что тогда на улицы выйдут сторонники проигравших. Что происходит в грузинской столице, в репортаже РИА Новости. Решающий день, проспект Руставели вечером на удивление тих. Лишь несколько улыбающихся туристов фотографируются у фонтана. А позади, понурые порядком замерзшие фотокорреспонденты западных и местных СМИ. Здесь ждали масштабных акций протеста, обычно после каждых выборов, одна из сторон устраивает многотысячное шествие. И порой доходит до столкновений с полицией. Но этого не случилось, хотя еще с утра ждали иного. Голосование началось в 8.00 в субботу. О том, что это непростой выходной день, напоминали агитационные плакаты партий и большее количество полицейских патрулей, чем обычно. Немного подвела погода, сильный ветер, тучи и дождь. По всей стране работали 3000 избирательных участков. В списках избирателей более 3,5 миллиона человек. Еще 100 тысяч голосовали в 42 странах за рубежом. За ходом голосования следили 1700 наблюдателей от 76 международных организаций. К 21 часу ровно опубликовали данные экзит-полов, которые сильно разнились. Про правительственные организации заявляли о набранных 56% грузинской мечтой, оппозиционные, а почти 52% ее противников. Я голосовала за Европу, против Бедзина Иванишвили, основателя мечты. Прим. Ред. Россию я люблю, русских людей, наших соседей. И нам, конечно, нужно дружить. Но не могу пока забыть войну 2008-го, плохо, что это произошло, говорит пенсионерка Мариам Нинашвили на выходе из избирательного участка. Есть и такие, кто голосовал за грузинскую мечту, хотя им и не нравится Иванишвили, но еще сильнее они не хотят снова допустить к власти Мишако, Михаила Саакашвили. Лишь бы не он, а то война начнется, говорит бывший военный Гии Сирулидзе. Как бы то ни было, праздновать победу обе стороны начали заранее. Грузинская мечта и руководство партии собрались в главном офисе, где премьер-министр Иракли Кабахидзе и Бедзина Иванишвили поздравили друг друга. После выступления даже прогремел салют, а по улицам Тбилиси начали разъезжать колонны сигналищих автомобилей с флагами Грузии и мечты. Не отставала и оппозиция. Победила Европа, победила Грузия. Победила оппозиция. Заявила Тина Бакучава, председатель оппозиционной коалиции «Единство», «Национальное движение», ЕДН. По предварительным данным ЦИК, на участки пришли 58,94% избирателей. Проголосовали более 2 миллионов человек. После ручного пересчета голосов с 99% участков, лидирует грузинская мечта с 54,2%. Скорее всего, она и получит парламентское большинство, около 90 мандатов. У коалиции за перемены, около 11%, у ЕДН, около 10%, у сильной Грузии, 8,7%, у Гахарии за Грузию, 7,7%. Остальные партии, предварительно, не прошли 5-процентный барьер. Неспокойный выбор. Единое национальное движение, еще до начала голосования, заявляло, что власти сфальсифицируют результаты. А за этим, могут последовать протесты оппозиции и оппозиционно настроенного населения, которые не признают выборы легитимными. Бедзина Иванишвили, которого тут называют хозяином Грузии, поспешил успокоить людей. Ничего не произойдет, второй день, после выборов. Прим. Ред. Будет очень спокойным. Второй день не является решающим, каждый день, каждые недели, каждый месяц, пока война, на Украине. Прим. Ред. Не завершится, будет решающим и важным, заявил политик. Но без инцидентов не обошлось. Так, в Зугдиде, произошла стычка между избирателями. Как заявили в оппозиции, представители правящей партии, якобы применяли силу, против членов избирательной комиссии и наблюдателей. В селе Дедвела багдадского муниципалитета, мужчина, ворвался на избирательный участок и разбил несколько устройств для электронного голосования. В Марниуле, на одном из участков, напали и избили члена ЕДН, которому потребовалась медицинская помощь. А в Батуми представители оппозиции и правящей партии устроили потасовку. Также оппозиция жаловалась на вброс бюллетеней на одном из участков, где не работала система электронного учета. Кроме того, СМИ сообщали о группе неизвестных, которые ворвались в здание офиса Йонт, разгромили его и повредили инвентарь. Несбывшиеся провокации. В целом выборы прошли вполне мирно, без серьезных происшествий, признают наблюдатели. Не начались и уличные беспорядки, которые прогнозировали некоторые эксперты. Тем не менее, власти все же позаботились о безопасности. На улицах Тбилиси много полицейских, а на территории правительственного комплекса и вовсе развернули спецназ. Впрочем, он пока не понадобился. Обстановка в городе, на удивление, спокойная. Результаты выборов отказались признавать все ведущие оппозиционные партии. Единство, национальное движение, коалиция за перемены и сильная Грузия. Протесты планируется начать уже в воскресенье. Благодарю вас, уважаемые подписчики, за интерес к видео и нашему каналу. Подписка, комментарии, лайки приветствуются.